У нас на связи сейчас Дмитрий Потапенко, экономист, поговорим с ним о происходящем. Давай, я улыбаюсь, Даня, потому что настроение хорошее, потому что у Дмитрия был день рождения, и мы хотим Дмитрия Валерьевича с этим поздравить. Какой-то Дмитрий Валерьевич не очень веселый, конечно, по этому поводу. Не, почему? Я просто не предполагал, что мы в эфире начнем с поздравления. Ну, подождите, но что-то хорошее, несмотря на весь этот ужас, продолжает случаться, и я к хорошему вашу день рождения тоже отношу. Ну, давайте теперь тогда о плохом, раз уж вы настроились, Дмитрий Валерьевич, потому что вот Путин, например, не ленится, и он работает, не покладая рук, и сегодня, например, даже подписал указ о торговле газом с недружественными странами только за рубли. К чему это приведет? Расскажите нам, пожалуйста. К чему? Ну, я, в общем-то, объяснял и повторюсь, значит, того, что платежное средство становится платежным средством, когда оно принимается двумя сторонами. Это, во-первых, в строках марлезонского балета. Можно было обозначить там хвосты буйлов и ижи с ним. Значит, ключевой вопрос, который греет душу любого псевдопатриота, потому что патриотизма здесь ничего, кроме человечества, что типа вот сейчас эти проклятые пиндосы или там кто-то там европы, гееропцы, быстро-быстро соберутся и пойдут стройными рядами открывать счета в сберкассе, соответственно, стоять там за карточкой, и вот оно радостное. А есть даже название этой сберкассы, Дмитрий Валерьевич, это Газпромбанк у нас будет сберкассой. Ну, какая разница, господи, как угодно мне назови. Главное, можно, что их будет там это попинать, реквизировать у них средства, ну, такое гопническое абсолютно. Кепка-восьмиклинка, сесть на карты и семки потрескать, что называется. Ну, в этой логике, к сожалению, есть большая-большая-большая проблема про галп. Потому что, первое, если им вдруг понадобятся рубли, они купят их на рынке. Рынков с рублями достаточно много, и я вынужден огорчить, это не один рынок, и не только у себя можно купить рубли, а мы накачали этими рублями резаная бумага этой огромное количество наших, соответственно, соседних компаний. Ну, то есть, вернее, этих, кстати. Вот, поэтому курс там будет другой. Ну, самый простой пример. Возьмите карточку, имитированную Российским банком, попробуйте что-нибудь оплатить, ну, в какой-нибудь платежной иной системе. Вы увидите, что курс не имеет никакого отношения к тому, что сейчас установлены биржи. Потому что сейчас мы перешли в состояние, которого вы, конечно, к сожалению, как молодые и красивые не знаете. У нас есть теперь официальный курс 64 копейки, у нас есть теперь инвалютные рубли, и у нас есть чеки. И все это имеет место хождения в одном и том же месте. Причем есть официальный курс, еще спекулятивный курс 64 копейки и, соответственно, 3,2 рубля. Вот мы вернулись в мое детство, я смотрю на это, думаю, господи, ну, дебилы. Ну, вот хочется сказать, вы то же самое повторяете, что было ранее. Расплачиваться, значит, ну, уже видно, что Евросоюз и страны, которым действительно критически зависят от газа, они будут еще достаточны. Но если у нас временной лак-то есть, два года покуражиться. Другое дело, что исходя из того, что делают власти, вместо того, чтобы покуражиться, им бы перестраивать действительно экономику так, чтобы быть более независимыми с точки зрения как раз производства продуктов, производства, я не продукты питания сейчас имею в виду, вообще-то продуктов и услуг, завоза сюда технологий. То есть, два года, на самом деле, действительно есть хороший временной лак, когда можно интенсивно перестраивать экономику. Плюс ко всему, есть еще не вступивший в антивоенно-операционный альянс частные и государственные структуры. То есть, у нас, напомню, альянса два, и, к сожалению, почему-то эксперты все время говорят о каких-то государственных санкциях, которые вообще самые бестолковые. То есть, у нас, в принципе, если бы, как это, играть на стороне зла и играть именно эту шахматную партию для того, чтобы выиграть, есть два года, есть Венесуэла, там, этот, соответственно, Иран, и же с ними, есть Китай, ну, то есть, есть ряд дырок, которые мы можем легко, в общем-то, в них поковырять. Но все делается ровно диаметрально противоположно, просто больше эмоций в этой части, больше пропаганды вместо практических каких-то шагов. То есть, я эту шахматную партию говорю, как разыграть. А если с точки зрения, ну, я рассказывал уже коллегам, я могу повторить эту пантомиму, в общем, почему подписана эта бумага, потому что, напомню, у нас в контрактах забито 274 доллара за кубометр, а цена спотового рынка 1218 долларов за кубометр. То есть, получается, что мы почти каждый кубометр теряем почти тысячу при продаже. Поэтому, конечно, эти контракты было бы неплохо бы расторгнуть, но официально их расторгнуть невозможно. Вот для этого выпускается государственный акт, который теоретически, ну, если будет хорошая команда юристов, она может в суде предъявить, как форс-мажор от частной компании «Газпром», другим, соответственно, покупателям голубого топлива, сказав, что, знаете, здесь был принят государственный акт, мы были вынуждены перевести, соответственно, платежи в то, что было предписано, соответственно, главным начальником. И поэтому это не наша вина. Вот, получите, распишитесь. Но это, конечно, слабая переговорная позиция, но, тем не менее, это хоть как-то позволяет уйти от колоссальных штрафов за расторжение контракта. Поэтому компании, соответственно, европейские, и вообще Европа, она делает единого оператора по финансовым платежам. В случае, если мы, как говорится, начнем быковать и дальше, то она это будет как осуществлять вот эти закупки, продажи валюты в третьих странах через единого оператора. И, в общем-то, и санкции соблюдутся. И мы на этом не заработаем, потому что заработает какой-нибудь Казахстан, Кыргызстан и иже с ними со страны. Поэтому... Ну и плюс оператор делается по закачке газовых хранилищ в, соответственно, в подземных хранилищ. Так что все, что делается, ну, пока мы ведем даже с точки зрения, опять-таки, я говорю, шаги с точки зрения идеального зла, они есть. И у нас есть хороший, как говорится, временной лаг. Но все ушло в пары, в свисток, в пропаганду, обсуждение там, а давайте вдарим еще глупости, что я могу сказать. Дмитрий, в марте мы, да, в первой неделе, с начала войны, что рубль сильно упал, рухнул. Сейчас цифры, которые называются, начинают говорить о том, что рубль устаканивается, и все откатывается, экономика с этим всем справляется. Насколько это соответствует действительности? То есть паника на рынках пропала, и сейчас все нормализуется, или это ошибочное мнение? Это как курс доллара. Я же сказал, сейчас мы перешли в состояние, которое вы не помните. Его помнят, может быть, папа и мама. Курс доллара 64 копейки. Я всегда говорю, купить. Я вот сейчас готов, соответственно, по курсу, который обозначен ЦБ, я готов купить. Но только есть маленькое кино. только на черном рынке можно купить. Потому что сейчас доллар получить живой. Вот живой доллар. Не макулатуру в виде резаного рубля, когда ты выводишь его сначала на биржу, потом там закупаешь плюс 12%, потом ты его продаешь и выводишь. Я хочу физический доллар видеть. Ребятки, это и есть момент купли-продажи, а все остальное, это все эмуляция, как говорится. Поэтому доллар, рубль они могут сейчас с любой курс поставить. Черный рынок, я же сказал, что с карты мир, если вы будете оплачивать любую покупку, то перевод, то есть один доллар будет стоить в среднем 120-150 рублей. Это, ну, там, очевидно. Спасибо, что не ответили в рифму, Дмитрий Валерьевич, о том, где можно купить доллары. Ну, я все-таки, да. Я понимаю. Все-таки в прямом эфире. Все так, все так. Я не такой же был, как в конце концов, несмотря на короткую стрижку. Спасибо огромное, Дмитрий Потапенко, экономист, я думаю, уже очень хорошо известная наша аудитория, был сегодня одним из наших экспертов в вечернем стриме. Спасибо большое, Дмитрий, что вышли на связь. Мы продолжаем. До свидания.